Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Деснатовая, с вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и областей. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Росэнергоатом и Смоленская АЭС знакомят десногорцев с шедеврами мирового искусства. Десногорцы за комфорт и уют в городе. Театральный фестиваль-конкурс. Традиционные соревнования по лыжным гонкам. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В 2018 году право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 59 тысяч смолян. На снабжение их необходимыми препаратами предусмотрено более 600 миллионов рублей. Организацию отпуска льготных лекарств обсудили в областной администрации. Теперь с 1 февраля на сайте Департамента по здравоохранению будет размещаться ежедневная информация о наличии конкретных препаратов в конкретных аптеках. В художественной школе Десногорска открылась экспозиция ареокультуры, организованная в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Проект подготовлен Московской галереей «Маст-Ад-Галерея». В нём представлены признанные мировые шедевры, отобранные профессиональными искусствоведами и педагогами. Подробности далее. В экспозицию вошли репродукции картин великих мастеров мира – Леонардо да Винчи, Веласкеса, Микеланджело, Рембрандта, Рубинса и других. Торжественное открытие нового образовательного проекта состоялось 31 января. Наш город очень плотно работает с концерном «Росенергатом» и со Смоленской атомной станцией. И постоянно мы пытаемся во всех проектах, которые реализуются в концерне, также участвуют. Один из этих проектов – это территория культуры Росстапова. Сегодня мы с вами можем наблюдать вот эти замечательные репродукции, которые представлены здесь, которые в свою очередь помогут вам, как будущим великим художникам, я в этом абсолютно уверен, узнать историю искусства, историю живописи. Расширив свой кругозор, воспитав в себе эстетический вкус и поняв развитие искусства всей нашей цивилизации от античности до постмодернизма и всё, что с этим включено. В конце концов, задача и концерна «Росатома», и Смоленской атомной станции, и всех жителей – это воспитать людей мыслящих, ценящих и понимающих искусство. Ареал культуры можно назвать кратким экскурсом в историю искусства. Экспозиция состоит из 12 тематических блоков. Каждый из них включает 25 репродукций, ярчайшим образом характеризующих эпоху. Таким образом, за год десногорцы увидят 300 известных произведений. Первая экспозиция – это эпоха Ренессанса и репродукции известных художников, которые включены в программу обучения школьников. Очень доступная выставка, потому что уже мы слышали слова благодарности от наших посетителей, от наших родителей о данной выставке. Говорят, очень доступно, очень всё понятно и интересно в плане просветительской деятельности. Все репродукции сопровождаются аннотациями, которые позволяют донести до детей смысл и значение представленного произведения. Очень понравилась эта выставка, было очень интересно рассматривать её, она очень доступная, было интересно её читать. Я получила массу удовольствия от этой выставки, информацию. Мне очень понравилась эта выставка, так как она интересная и познавательная для детей. И, ну, никакой ребёнок, мне кажется, не сможет съездить в эти города, чтобы посмотреть, и здесь есть возможность. Выставка даст десногорским детям начальное представление об истории искусства и поможет развить творческое воображение и образное мышление. Пассажиры поездов дальнего следования РЖД могут оформить билеты в купейные вагоны поездов отправлением с 22 по 25 февраля со скидкой 50%. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по 5 февраля в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения РЖД пассажирам. В 2018 году в Десногорске пройдёт благоустройство общественных территорий. Выбрать объекты для реставрации могут сами горожане путём интернет-голосования. О том, как это работает в Десногорске, в нашем следующем сюжете. Десногорские жители активно включились в голосование. По проекту «Комфортная городская среда» лидирующую позицию занимает территория парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Жители выбирают и другие объекты для благоустройства. Между школами третья и четвёртая, потому что там постоянно сыро. Хочется, чтобы ходить было комфортно, сухо и детям, и нам взрослым. По проекту «Любимый город» собрано свыше двух тысяч голосов. В лидерах реконструкция фонтана с освещением. Здесь я согласна, что здесь тоже было бы неплохо сделать. Всё-таки это и центры, и здесь тоже отдыхают много народу, и зимой, и во все времена года. Да, я согласна, что здесь… Ну что выбрали бы? Фонтан? Фонтан. Мне бы кажется, фонтан. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации Десногорска Десногорск.админ.дфис.смоленск.ру В интернете на площадках Десногорск пресс-служба Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу Десна Дефис пресс-собака.админ.дфис.смоленск.ру Уважаемые дисногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше. 1 февраля под Смоленском двое мужчин погибли на пожаре. Трагедия произошла в частном деревянном доме в деревне Мехновка. Известно, что накануне в доме компания распивала спиртные напитки. Когда начался пожар, во двор успели выйти все, кроме одного гостя. 52-летний хозяин дома попытался его спасти, но так и не вернулся из охваченного огнем строения. Одной из основных причин следствия рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые дисногорцы, приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении вопросов. Тема дискуссии – предпринимательство, как привлечь инвесторов, актуальные направления бизнеса, конкурентные преимущества нашего города. Итоги дискуссии будут включены в стратегию социально-экономического развития Десногорска до 2030 года. Обсуждения пройдут 7 февраля в здании администрации, кабинет 325. Проект «Школа Росатома» реализуется с 2011 года по инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Проект направлен на развитие систем образования атомных городов. Ежегодно в проекте появляются новые направления конкурсных программ для детей и взрослых. В этом году впервые было включено театральное искусство. О том, как прошел муниципальный этап фестиваля конкурса в Десногорске, смотрите в нашем сюжете. 1 февраля в Третьей школе состоялся муниципальный этап фестиваля конкурса «Т-Арт Олимп Росатома». В нем приняли участие две команды – ученики Третьей школы и воспитанники Детского дома творчества. Перед ними стояла задача сделать постановки на тему улица с историей. Улица – это место, где встречаются люди, разные по возрасту, социальному положению, настроению. Улица – это место, где они проживают определенное время своей жизни, она имеет свою историю и тайны. Цель фестиваля – привлечь как можно больше детей к здоровому творческому образу жизни. Жюри очень сложно было определить победителя. У нас сегодня было всего лишь два коллектива, но тем не менее жюри очень даже сложно подвести итоги, потому что, несмотря на то, что это не профессиональные коллективы и на сцене дети, но многие детали их выступлений оказались на высоком таком уровне, который уже можно назвать близким к профессиональному. Спектакль мне очень понравился, эмоции были на высоком уровне, был сам сюжет очень интересный. Мне, честно, понравился второй спектакль больше. Он был очень эмоциональным, были хорошие герои, ну, очень интересно было. Финальный этап будет проходить с 4 по 6 марта в Новоуральске в Свердловской области. Всего в конкурсе примут участие 74 детских театра из 18 городов. А в завершении новости спорта. В Десногорске в последний день января на трассе Евгенина прошли открытые соревнования по лыжным гонкам «Фонарь». Их цель – популяризация и развитие лыжных гонок, а также повышение спортивного уровня участников. Более 40 спортсменов собрались в морозный вечер посоревноваться в лыжных гонках. Принять участие мог любой желающий, который имеет соответствующую подготовку и допуск врача. Женщины и дети стартовали на дистанцию 3 километра. Мужчинам необходимо было проехать 5 километров. Все успешно и без падений достигли финиша. Чтобы быть успешным лыжником, качество, значит терпение должно быть, очень большое терпение, целеустремленность. Ну и надо любить, надо любить лыжные гонки. По-настоящему любить, тогда будет результат. Первыми среди женщин четырех возрастных групп стали Анастасия Полторак, Елена и Анна Переходкиной, Анна Тереченко. Мужской пьедестал возглавили Иван Фетченков, Илья Максимов, Алексей Безюков, Олег Титов. Приятно, что уже на протяжении многих лет у нас проводится гонка, вечерняя гонка «Фонарь». Уже есть свои традиции, есть и победители, есть и призеры, есть и очень много приятного. Радует, конечно, зима, радует хорошая подготовка трассы и, конечно, радует то, что приезжают дети и даже с района. Да, проехала хорошо, трасса тут легкая относительно других городов, было много сил и проехала в удовольствие. Тренируюсь я уже пять лет и принимаю участие, ну, зимой довольно часто, мы ездим на областные соревнования почти каждые выходные. Сейчас будем выступать на всероссийских соревнованиях. Все победители и призеры соревнований получили почетные грамоты, медали и кубки. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Субтитры подогнали Симон.